И хочется поподробнее узнать, что же это за песня Саша. Песня Саша была написана Виктором Цоем и группой Кино, и была посвящена его сыну, которого так и звали Саша, то есть Александр Цой. Родился он в 1985 году, в этом же году и вышел свет альбом «Это не любовь», в который вошла эта песня. Кстати, альбом оказался очень легким для музыкантов и был записан всего лишь за одну неделю в студии Алексея Вишни. Итак, четвертая песня на пятом всем Сашам, Сашенькам и Александрам посвящается. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Он пришел издалека и прошел через огонь. Саша очень любит книги про героев и про месть. Саша хочет быть героем, мол, такой и есть. Саша носит шляпу в шляпе с трусиной перо. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Он пришел издалека и прошел через огонь. Саша бьется на дуэль, охраняя свою честь. Шпагой колет он врага и предлагает ему сесть. Он гоняет негодяев хворостей, как коров. Саша раздает крестьянам негодяйское добро. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Он пришел издалека и прошел через огонь. Дамы без ума от Саши, Саша без ума от дам. Получь Саши лезет к дамам, а уходит по утрам. Дамы из высоких окон бросают лепестки. Он борец за справедливость и шаги его легкие. Он поет под мандолину и красив, как Аббалон. Он не знает, что такое неприступная стена. Взглядом Саши на охоте убивает кабана. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Он пришел издалека и прошел через огонь. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Он пришел издалека и прошел через огонь. Мастер славы и клинка, он глядит свою ладонь, Это была четвертая песня на пятом. Саша из репертуара Виктора Стоя группы кино сегодня в исполнении группы Мультфильмы. А вот так вот по жизни часто приходится петь, а не свои песни. Что-нибудь, может, недопели? Что, может быть, еще хотелось бы спеть? Да, честно говоря, хотелось бы перейти уже к последнему блюду. Вопросов нет. Испытания близко. Итак, я действительно напомню, что у нас лежит на тарелочке. Это «Леголайз» с композицией «Рожденная в СССР». Это «Fifty Stands» с песней «Ау Технологи». И это группа «Серебро» с песней «Дыши». А как вы, дорогие друзья, выбрали песню? Вы узнаете сразу после. Итак, я поздравляю. В группе Мультфильмы сегодня выпадает честь исполнить композицию «Леголайз», «Рожденные в СССР». Вот такой выбор наших зрителей. «Леголайз», он же рэпер. Я не могу держать это в руках. Ну, у вас есть возможность просто пообщаться между собой. Прям сходу, есть время. Прям вот не надо прям сходу прям. Вы услышите оригинал, а это ваше право распеть ее, прочитать рэпом, может быть, сделать ее в стиле хэви-метал. Как вам угодно. Главное, ваша версия. И текста здесь очень много. И, мне кажется, достаточно будет куплета припев, потому что, ну, слишком огромный текст. Давайте послушаем эту песню, какая она в оригинале. Вот такая она, оригинальная группа мультфильма. Сегодня они были такие неожиданные. Но я хотела бы спросить у наших зрителей, у фэнов и поклонников, что вам понравилось больше всего, ребят? Группы кино. Что-что? Это... Группа кино. Но, естественно, мы находимся сейчас в питерской студии, поэтому вполне естественно, что кино, это, конечно, the best. А у вас кто мужчин? Кино. Кино, грубо, понравилось. Кто-кто? Группа кино. Группа кино. Но с кино справится, конечно же, может любой рок-музыкант. По крайней мере, все на нем выросли. А посмотрим, как они сейчас справятся с группой Лиголайз. Ну и теперь ваша задача, что-нибудь, как-нибудь это сделать по-своему, так вот придумать, чтобы звучало, запело. По-своему. Что, уже поете прям? Вы как-то нарепетируетесь, скажите, пожалуйста. Что я могу сказать? Группа мультфильмы. Я считаю, что это такое недоразумение цивилизаций. Почему? Потому что родились они где-нибудь в Галактии, например. Или в Швейцарии, или в Шотландии. А родились вот здесь, в нашей стране, в СССР. Поэтому, наверное, как-то вот здесь не по себе. Вот. А так, очень много интеллекта видно. И желание похорять мировые пространства рока. Группа мультфильмы «Респект». Группа мультфильмы говорит о том, что они готовы сделать «Леголайз» по-своему. И мы сейчас услышим премьеру. И так, пятая песня на пятом. Сегодня импровизация в стиле группы мультфильмы «Рожденные в СССР». Рожденные в СССР, жившие в СНГ, много на своем веку. Видали я, что мы зерекаться от суммы. Эй, все мы, нас не провести. Рожденные в СССР, мы... Мы, поколение, нам все по иксу. Трудности нужны, возьмем, да, скрошаем уступ. Вот он я, отведаем моего брюча. Он был рожден в СССР. Я из поколения рожденных в СССР. Ты был активен, ты потом стал пионером. Маком в Кремле заботился, дедушка Леин. Но самой цель я не стал, переменилось время. Как менялось не раз, потом и раньше. Сперва строим, потом погром. А что, что, что же он дальше стоялся? Распадались, всем не разводились. Сперва рука в Кремле нами, потом с вами сбились. Остались мы, рожденные на стыке двух лет в пол. Детей учили в шкале, что нет победы одна. Что, что лучше всех остальной вербол. Как они сто, каждый стал верить дальше, во что смог. Стал верить дальше, во что смог. Рожденные в СССР. Рожденные в СССР. Рожденные в СССР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова